здорово пилоты такое дело такое дело пилоты в общем максим туркин анонсировал свой скажем так новый чемпионат называется он кажется экстрим кар челлендж вот и собственно я как в общем то большой любитель дорожных машин и к сожалению не знаю к счастью и к сожалению мало чего кто мою любовь разделяет дорожным машинам собственно я как любитель решил посмотреть чё чё вообще чуть-чуть и как вот соответственно там пять машин и какие-то они не очень супер карные а какие-то экстримные и дорожных из них в общем то даже не знаю даже наверное дорожных а там уже и не осталось вот соответственно я немножко их потестил и решил тоже как бы такой небольшой обзорчик то есть если мы с вами до этого посмотрели как бы обычные тачки да и суперкары то вот данная lamborghini c100 элемент то что элемент она как бы типа представительность гиперкаров но гиперкары тоже видать разные и я сначала как бы естественно вообще ничего не знал не слышал про эту машину но когда я полез смотреть то есть я поехал да смотрю вроде и так неплохо рулится туда-сюда но когда я полез смотреть характеристики особенно ее массу я просто выпал я что-то я реально офигел потому что я так понял сухая тачка без пилота и с пилотом не без пилота кажется короче весит тонну без одного килограмма но это без бензина видать без масла хотя вот это если залить там еще на килограмм 30 а бензин еще больше ну короче смысл такой что кузов весит тонну при этом у него в 10 от галларда не очень много лошадей скажем так относительно это сколько там 500 540 кажется но так как масса тонна эта тачка просто просто это пуля в семье lamborghini или lamborghini в семье lambo скажем так вот а за счет чего казалось бы то есть если вы посмотрите на все остальные lambo суперкары то они там весят по 1700 килограмм то есть прикиньте по сути ну такая же машина да но 700 килограмм меньше за счет чего я чуть-чуть почитал а вот если мы посмотрим да тут все сплошной карбоний карбоний просто все в карбоне 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 им погоняет вот даже что-то было написано что сидушки сделаны типы как бы не как сидушки а как часть кузова плюс подушечки вот эти небольшие тоже что там сэкономили 5 килограмм на этом здесь вот не очень хорошо видно но смысл так уже здесь вот дофига про пустого пространства тут руль блин короче общем об карбоне все что только можно и значит все все лишнее естественно выкинули и вообще вроде как бы машина дорожная да но вот на этом ездить по городу это я не знаю это короче надо быть не своем уме немного потому что просто мне кажется во первых куда во вторых как вот то есть как бы опять же возвращаемся к бестолковости суперкары гиперкары наверное еще чуть более бестолковые хотя потому что они там стоят там в четыре в пять раз дороже чем суперкары или там в два от двух раз то есть я что-то посмотрел немножко вику почитал там что-то машина вот это стоит типа от продавалась она там естественно супер мега ограниченным тиражом там чуть ли не ручная сборка каждой тачки короче что-то помочь даст полмиллион долларов что-то какая-то средняя цена была ну то есть я я очень не очень понимаю кто покупает такие машины может быть это просто как вот и вот есть куча денег которые ты откуда на тебя свалился ты хочешь просто какую-то инвестицию сделать или гарантировать их какой-то вообще не знаю в общем и ты покупаешь просто офигенно дорогую машину на которой естественно ты нигде ездить не будешь и она у тебя просто как вот материальное воплощение твоих каких-то денег которые ты непонятно откуда взял вот соответственно ладно давайте по тачке ну естественно такой машине я кстати не посмотрел но мне кажется на ней никто по треку ездить не будет кроме как какой-нибудь там знаете заводской пилот lamborghini который там пять кругов намотает поставить офигенное время скажет вообще тачка просто космос космический и все ну и в общем то она выглядит реально вот даже сверху какой-то задолет вот это не очень стандартная такая крышка скажем для lambo может быть если она такая вся легкая и так далее может надо было больше дырочек сделать вот этот красный фигня торчит я даже не знаю это что коробка или часть дифференциала но в общем что то такое что то такое а естественно полный привод что сказать насчет скажем так внешнего вида лайт и lambo вопрос вообще какой-то космос то есть опять же гиперкару суперкару тут можно жестить в плане дизайна вообще как угодно и не знаю мне вот ну сбоку просто ну очень круто сзади вот сзади lambo вообще прям злющая пипец такую вишну дороге прям а еще еще услышишь рев выхлопных тропы и там не знаю чем какой-нибудь масло еще откуда не будет дристать вообще просто шок тебя повергнет все это но с другой стороны перед у lambo какой-то вот какой-то парке маловаты какие-то не злые они то есть вот если вот так вот прям вот смотреть на нее фас это фас называется кажется то что-то как-то ну не очень впечатлительно а со всех остальных ракурсов сбоку сверху там сзади супер офигенно злая тачка план давайте упс давайте немножко проедем так сказать за рулем что ли так давайте значит тогда к управляемости и ко всей этой ерунде там уж как бы внешний вид вы и сами можете посмотреть вику сами можете почитать видосы тоже можете посмотреть сами ездила ли она вообще где-то что у нас в курсе в курсе нас доступно два типа шин это полуслик и некий слик трофео а кстати я не сказал про шины но смысл такой что на этой машины маркировка маркировка шина на то есть там есть там вроде как бы это с такой какой-то слик но он с протектором и на вообще написано что типа for track use only то есть скорее всего это шина какие-то пирели пизиро трофео чё-то там super limited special edition full lamborghini бла-бла-бла то есть короче вроде как бы слик но не совсем и на нем вроде нельзя ездить по дорогам общего пользования хотя я чё-то хз я не знаю ну может быть конечно итальянцы тусуются с итальянцами но как бы стандартный набор для нормальных людей это michelin pilot cup 2 ты можешь ездить везде и в городе и так далее вроде как бы это дорожная машина вот соответственно опять же бестолковость этой машины в том что она она пипец дорогая 2 с половиной миллиона баксов я не знаю за эти деньги можно купить кажется 4 машины gt3 там или что-то типа из этой серии то есть ценник просто просто космос и собственно и мне кажется именно это делает ее абсолютно бестолковой потому что ее невозможно использовать по назначению скажем так что у нас по управлению на исполный привод достаточно прикольный рулится неплохо и у нее немножко разное поведение и на то есть на псевдо слики вот на этом трофео слики значит с чем приходится бороться ну то есть естественно поскольку она очень легкая у нее 540 сил то она ускоряется просто пипец вот вы можете посмотреть на динамику и ускорение на прямяках то есть реально ты пол трассы тормозишь в смысле пол трассы по прямяка ускоряешься как-то пытаешься сдержать но поскольку полный привод это достаточно легко то есть если машина куда-то срывается то она срывается в скольжение прям ну всеми четырьмя колесами она такой лайтовая прогнозируемая и в общем да ну достаточно легко и за контроль заносит а вот соответственно половину примика ты разгоняешься а потом половину примика ты тормозишь потому что сбросить скорость опять же полуслик он нам не дает в полной мере так сказать реализовать тачку то есть реально очень такие интенсивные разгоны и торможение просто опять же реально очень долгий ты прям ждешь так так ну сколько там мы скидываем там скорости там 180 надо скинуть до тех же 80 блин в общем опять же вот этот особенность длин длинные торможения интенсивные разгоны которых ты просто не ожидаешь по управлению вот кстати на полу слики она ведет себя у честно говоря немножко я ездил за пару дней до этого я уже тут был как она себя ведет на самом деле давайте можно за какой-то другой вид у нас есть какие-нибудь виды интересные такой вид то есть она в принципе даже ну то есть естественно все подплуживает на входе но но поменьше то есть контролить достаточно приятные просто на полу слики и через можно сказать а за свод совершенно забыл такую фишку эта тачка у ее короче непонятно что с подвеской мне кажется это просто кунаса лошары как обычно она просто по любой поребрик для нее противопоказан ну не любой а который хотя бы допустим на 2 миллиметра торчит из земли вот потому что когда ты наезжаешь на поребрик начинается какой-то адский ад то есть такое чувство что у тебя амортизаторов на машине нет пружины просто какого-то зверского не знаю упругости и машина начинает скакать как мячик то есть если ты перескакиваешь как бы в повороте в апексе ты срезаешь поребрик наскакиваешь на него то потом когда ты спрыгиваешь не приземляешься на асфальт машина делает еще три-четыре прыжочка и в этот момент держака вообще никакого на колесах нет ты нажимаешь газ и тебя либо разворачивает ты либо куда-то уезжаешь стену либо черти чего либо теряешь просто дофига времени то есть а в данной реализации автомобиля заезжать на какие-то такие ну высокие поребрики или что-то такое серьезно срезать просто невозможно потому что это полный пипец тачка когда она прыгает она там черти что какие загрузы по колесам она очень плохо контролируется в этот момент то есть короче поребрики это просто но вот и я по моему кажется старался ну кое-где он вроде я наезжал да но в основном старался их объезжать и реально допустим последний поворот у меня там машина так спрыгивала что в общем короче машина любит идеально ровное покрытие и реальные скиты кочки или такой рельеф активный то очень как-то все сразу управление теряется при приземлении вот эти прыжки они все усугубляют только а если честно мне кажется просто кумус лошара в какой-то степени потому что ну не может на машине за 2 миллиона баксов тем более то ламба это как бы ламба топовая трековая limited edition там все сделано чтобы ехать быстро и не может быть такого чтобы тачка скакала как мячик но это просто нонсенс это просто смешно я думаю там все нормально с подвеской там она там как антиактивная с регулировками тататата куча всяких нюансов чтобы машина просто кушал поребрик и чтобы она его просто не замечала но здесь это просто вообще какая-то хрената вот то есть мне кажется кумусы здесь либо у них какой-то движок по подвеске там и так далее просто какая-то хрень либо что-то не с настройками короче лох либо стефана либо если бы они вместе потому что машина не должна скакать как мячик были вот вот это конечно огромные минусы прям портится впечатление впечатление от машины в остальном тачка не за мне очень понравилось я конечно там надо было под собрать круг потому что опять же сначала боролся с этими как его значит с этими прыжками и значит потом тоже надо было под собрать кружок более-менее тут я покатал кругов 10 что ли насколько я помню значит обратите внимание на время время 35 35 на полу слике и сейчас давайте я быстренько загружу вам повторно на шинах трофео значит пока черных а понаблюдайте аначе 35 я напомню что на самое быстрейшее время был на r8 на полу слике это было 42 в нашей таблице то есть это уже на 7 секунд быстрее чем суперкар скажем так на 7 секунд и это как бы дофига потому что вроде на r8 мы едем немедленно здесь просто то есть гиперкару делает суперкар примерно в таком же темпе как суперкару делает обычную врачную тачку и реально 35 секунд на этом то есть вернее 7 секунд на таком треке это просто очень много но когда я делал трофео я честно говоря вообще офигел то есть как вы сразу можете видеть время 30 до это практически на 5 секунд быстрее и я что-то вообще ничего не понял если честно то есть что-то с резиной опять какая-то ерунда то есть как бы это не слик это ну как бы вну почти слик но скан там с канавками с протектором и он как бы ну не такой крутой как в общем-то не такой степасты должен быть по идее как обычный слик классический на той же там формуле 1 или на gt3 или на всех общем-то фиашных скажем так гоночных автомобилях просто держак реально держака дофига становится может быть это не очень заметно на разгонах и на торможениях но в поворотах прям реально ты руль поворачиваешь тачка поворачивает тачка реально повод помыть и вот иногда не поворачивают то есть как так сделала что может быть ну или какой-то минимальный плуг есть но реально ночи хорошо поворачивать на трофею мне прям офигенно понравилось а в качестве бонуса есть ну значит естественно по на подвеске все это болтанка сохраняется полная жопа с этим опять же я старался ехать мимо всех поребриков потому что это реально заскакиваешь и даже трофея у тебя не держит невозможно значит тут у машины на этом слике я не знаю почему появляется очень интересная особенность значит она проявляется в том что когда вы вот мы едем заметь скорость 230 на нижнем нижегородском кольце это вообще немыслимо мне кажется на обычной какой-то машине скажем так кузовной да я не знаю кто вообще разгонится такой скорости может быть даже gt3 те же не разгонится надо будет потом потестить но реально это прямо ускорение очень быстро и значит это ускорение динамику скорее не приходит а крышка и торможение ну конечно самом деле нет но реально сразу сравнимо то есть ускорение просто ускоряешься и ускоряешься вот значит что насчет особенности ну опять же здесь как бы ехать на держаке достаточно проблематично потому что ну реально у тебя на разгоне ты ты вот как бы нажимаешь газ тебя провоцирует на снос на входе ты заходишь с большой скоростью тоже вот эти все скольжения они присутствуют то есть здесь все таки надо скользить но так не переним не борщить с этим делом а вот значит какая особенность появляется на слике трофео когда мы заходим в поворот на сбросе газа то есть педаль газа отпускаем тормоз не нажимаем заруливаем то машина в принципе она неплохо заруливает но через какое-то время когда уже мы почти зарулили у нее в этот момент появляется какой-то не знаю откуда он берется какой-то сюрпризный какой-то сюрпризный оверстир то есть мы если будем ехать в повороте одинакового радиуса да то есть мы повернули руль едем 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 и в какой-то момент топа то ли что-то я не пойму то ли морда переруливает то ли задница вылетает скорее задница вылетает и почему это происходит очень непонятно может быть это как-то связано вот именно с держаком шины может быть дифференциалы там же активные они какие-то что-то может быть работает вот это едель электронная блокировка но смысл такой что реально в конце скажем так по поворачивания или где-то среднего фазы среднего фазе вот этот вот дополнительный овер тебя достает иногда в раз плохо иногда ты наоборот его уже начинаешь ждать то есть интересный такой момент нигде на тачках его не видел в курсе еще и ну как с ним да надо работать то есть либо тебе надо уже быть готовым чуть-чуть под распрямить ру или как-то наоборот воспользоваться тем что тачка сама как бы доворачивает ну очень такой интересный момент и в целом в принципе если вкатиться на просто нижняя она все-таки трасс такая тесно для гиперкара тут ему особо-то негде в прям втопить скажем то есть нигде выше четвертой передачи тут не разогнаться вот и поэтому что тут еще можно добавить очень машина интересная мне понравилось на трофео как-то прям даже хорошо рулится и вот в принципе на этой тачке в этом чемпионате макса в принципе нормально можно навалить и я ехал с абс естественно вот ведь у меня вот здесь вот в этом правом повороте да часто и подсносило то есть она такая достаточно нервная машина на входах поэтому надо аккуратно входить вот не знаю с чем это связано но в общем нужно нужна точность потому что если он такая живенькая и заносит ее достаточно активно во всех фазах поворота но реально рулится приятно за исключением вот этого скачка по кербам так что еще можно добавить а ну естественно время до 36 то есть мы практически там на 5 секунд быстрее чем на полуслике время 1.30 это вообще честно какой-то космос я помню даже даже формулы не едут столько на него нижегородском кольце то есть это скажем так на 20 секунд быстрее чем я на своей машине и ну это просто пипец то есть с круга круг для этой машины полтора минуты и 20 секунд с каждого круга мы снимаем то есть пропасть в результатах просто огромная но пропасть стоимости несоизмеримо больше поэтому какой вывод можно сделать машина классная в принципе я бы на ней катался где-то если бы хоть кто-то пилил такие гонки но никто же не пилит все же у нас в курсе проблемы что как бы кроме gt3 и люди не знают никаких автомобилей вот здесь gt3 какую-нибудь одну машину выбрал и вот катает на ней там четыре года вот а другие машины даже и не посмотрел вот и так весь весь паблик в общем то все чем кто же какие то блин у нас гоночные вот поэтому в общем короче тачка прикольно одобряю вот наверное как бы пас скажем так по управлению все немножко позвольте простебать макса короче макс анонсировал чем когда какие тут же виды у нас есть может быть посмотреть что сзади происходит макс анонсировал чем честно говоря не помню когда но это был ну мне не сегодня там недели две мыши три назад и чуть до сих пор нету календаря отчет я муж конечно ошибаюсь но помню четкого календаря по датам есть сейчас сервер предквальный я там откатал четыре тачки а там за что тут это лампа потом фура 599 его фура фэхэхэк короче вот это супер мега гиперкар с керсом их их потом чуще зонда r и там четыре тачки окатал значит ламба зонда и 2 фуры да и зачем-то максим в это впихнул туда лутус экзос с 1 аля формула 1 какого-то там мохнатого года атмосферное в этом не очень непонятно этот шаг мы видимо какая то может изюминка но то есть как то лотус то уже этот экстрим карам не назвать это формула чистом виде ну в принципе тоже прикольно там есть свои особенности по управлению я пока еще не особо не вкатывал ну помню как то до этого пытался интересная тачка но как бы помню мне кажется в эту аудиторию она вообще не вписывается и как-то будет особняком стоять вот соответственно я вот боюсь как бы просто вспоминаю историю с этим суперкар челленджем закончился он как-то довольно странновато я как бы на самом деле хочу чтобы чем куда прошел нормально сам хотел бы покатать я откатал вот гружно 3 на четырех машинах на предквальном серваке там еще димона откатал на этой фуре fxx вот так что то больше никто кроме нас особо не катал ну там есть какие-то странные времена которые очень донные вот и почему-то никто больше не катая так что в общем всех приглашаю время показать хоть какое-то вот сервер называется ой блин сейчас конечно не вспомню короче группа вконтакте есть есть группа вконтакте она называется короче ищите или зайдите к максиму туркину на канал он там все подробно анонсирует рассказывает а вот значит короче если говорить о троллинге то первое я надеюсь чем вообще начнется они не как бы не умрет до первого этапа там проблему ну то есть причина могут быть опять же в чем-то не помогли максиму там еще что-то как это было первый раз вот во вторых у меня большой соблазн пригласить в чатик в sky вконтакте богдана гонтаренко и может быть тогда пройдет пару дней чем тоже развалится сам собой одно сетка шуточки но было бы наверно интересно что-то из этого как-то может попробовать реализовать но ладно это нафиг никому не надо вот это я еще один гиперкар записал обзорчик сделаю чуть попозже в общем короче резюмируя тачка тачка классная тачка огонь тачку надо немножко оседлать то есть у нее есть некоторый такой характер она иногда любит закидон то есть может неожиданно немножко там вырылить не туда куда вы хотите просто ужасная ужасная подвеска от куносов вот работа с как бы с рельефом с кирбами с кочками просто никакущая ну и просто реально она как бы если почитать характеристики выносит мозг в этом плане а ладно пожалуй на этом обзора со заканчиваем спасибо вам если досмотрели всем счастливо до новых встреч